Рада приветствовать вас в своем саду в последние дни ноября. У нас стоит погода такая непонятная, минус один, плюс один, это мой дёренкауза, снегом присыпанный. Еще пару дней и уже наступит зима. Походила-походила по саду, думала, что вам показать, рассказать и выбрала. Сегодня у нас будет обзор розы Белла Перла, фарфоровая незнакомка. Ее название переводится как прекрасная жемчужина. Вот это то место, где она растет. Ароматные, не очень большие бокалы этой розы меняют цвет от нежно-нежно-кремового с розовым напылением, как настоящая жемчужина. Переливы очень плавные и необыкновенные. Это чайно-гибридная роза, относительно высокая. Меняет цвет бутона по мере созревания. От кремового к коралловому или ярко-розовому. У меня растет она на прямом солнце, на большой круглой клумбе. Длинные, плотные стебли у нее качаются по ветру. Куст относительно широкий. Вот ее характеристики. Сейчас мы померяем, немножко дальше, померяем размер ее цветка и высоту куста. Действительно соответствует заявленным в розы бок. Когда я выбирала розу, розы себе на эту круглую большую клумбу, я хорошо, что не посмотрела в розы бок. Там на этот сорт такая невзрачная фотография стоит, что никогда бы в жизни не поверила, какая она красивая на самом деле. Секрет этой розочки в том фарфоровой незнакомке. Смотрите, как прекрасно. В том, что она никогда не выглядит на фотографиях так, какова есть на самом деле. Вот как раз я меряю высоту куста. Действительно метр двадцать, метр двадцать пять даже. Идеальная роза для срезки. А цветок восемь-девять сантиметров. Он как ненастоящий, как действительно фарфоровый цветок. Вот дальше видео посмотрите. Он нереальный какой-то. Жемчужный. Никогда бы не поверила, что у розы такие бывают цветы. Очень долго стоят в срезке и очень долго распускаются. Постепенно, постепенно. Дней десять, даже может и две недели распускаться. Цветок ее. Крепкий какой стебель, видите? Так вот, на фотографиях она никогда не будет такой, как вот на клумбе вживую. Я ее когда увидела, я удивилась невероятно такой розе. Дельбар ее уже давненько селекционировал. В девяносто седьмом еще году. Но она как-то не очень популярна. Я не во всех каталогах ее находила. Кому нравятся бикалорные розы, у нее, видите, реверс по краю лепестков. Но интересно то, что ее окрас цветков меняется постепенно и куст как бы всегда разный. Вначале распускаются кремовые, такие нежные. Потом немножко по краю появляется розовый. А когда она заканчивает цветение, долго цветет. И в срезке долго стоит, и на кусте долго. Дольше всех вообще у меня в саду. Она прямо розовая, такая перламутровая. Запах слабый, не очень сильный. И листва никакая непривлекательная. Плотная, зеленая, не мягкая. Такие листики тоже плотные у нее. Украшает сад. Она будет хороша вторым планом, наверное. Потому что все-таки высоковато. На клубе вот она у меня. Так прогуливаюсь по дорожке. Разглядываю эти цветы. Когда газон еще будет, будет еще красивее. Подарила соседке букет этих роз. Она укоренила. Получается, хорошо черенкуется. Удивила меня. Соседка моя ждет весны, когда эту розу пересадит в сад. Может быть, я вам покажу ее эксперимент, как получился. И тоже сказала, что очень долго в вазе стояла. Вот бутон такой, как бы не очень узрачный. Дальше роза распускается. Розовеют у нее лепестки немножко. А когда заканчивает цветение, как жемчуг переливается. Такая красивая. Кажется, что не настоящая, да? Но на самом деле она такая и есть. Если вам понравилось, обязательно заказывайте. Розы украшают мир. Всего хорошего. До новых встреч. Лайк поставьте.